Военным запретили разглашать служебную информацию в соцсетях. Всем военнослужащим впредь запрещено публиковать в интернете информацию, носящую служебный характер. Речь идет о наименовании воинских частей, их расположении и других данных, которые позволят постороннему идентифицировать воинское соединение или подразделение. Федеральный закон, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию, раскрывающую их ведомственную принадлежность и служебную деятельность, подписал президент России Владимир Путин. Фото, РИА Новости. Разработчики этого закона, когда он еще был в статусе законопроекта, поясняли, что анализ деятельности вооруженных сил РФ и других войск, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб других стран, а также террористических и экстремистских организаций. Новый закон в связи с этим запрещает военнослужащим размещать в средствах массовой информации и в интернете любые данные о служебной деятельности, в том числе фотографии, видеоролики и геолокационные метки. Причем запрет касается как публикации данных о себе, так и о других военнослужащих. Не распространится запрет лишь на тех офицеров, в чьи обязанности как раз входит распространение информации. Здесь имеются в виду сотрудники пресс-служб. Минус. Конституционный суд обязал возмещать вдовам военных капремонт. Аналогичные ограничения накладываются и на призванных на военные сборы. В частности, им запрещается распространять или предоставлять информацию, позволяющую определить местонахождение в определенный период. В законе также оговорены условия, когда военнослужащим и призванным на военные сборы гражданам запрещается иметь при себе электронные гаджеты и смартфоны. Ранее сообщалось, что военным разрешили пользоваться только простейшими мобильными телефонами без камеры выхода в интернет. Все изменение вносится в закон о статусе военнослужащих. Ранее авторы законопроекта поясняли, что ограничения относятся к ситуациям, связанным с исполнением отдельных обязанностей военной службы, например, при ведении боевых действий, при несении дежурства, при нахождении на территории воинской части. То есть, пользоваться всеми возможностями смартфонов и социальными сетями в увольнении, военным никто не запрещает. Недавно стало известно, что запрет могут распространить и на некоторых офицеров, пропорщиков и солдат, находящихся в запасе. Это расширенная версия текста, опубликованного в номере «РГВЛАЗЬ БЕЗОПАСНОСТЬ АРМИЯ» президент реформы армии.